Подмосковные химки упустили отличную возможность обеспечить себе почти 100% участие в плей-офф Евролиге. Для этого подопечным Серджио Скориола достаточно было победить на своем паркете Кахалабарал. Тем более, что в гостях испанцы были повержены с разницей в 11 очков. Однако целеустремленность гостей и потеря концентрации хозяев в нужные моменты игры свели все усилия химок Витории на нет. Мы знали, что без стопроцентной концентрации, особенно в обороне, нам будет тяжело биться соперникам на равных. Думаю, эта игра станет для нас хорошим уроком в будущем. Такие тупые ошибки, аут и руки, вроде надо от них избавляться. Тем более в таких важных играх. Но опять мы наступили на те лабли, которые сами все. Позволив сопернику доминировать с первых минут встречи, химки сумели героически сравнять счет в начале второй половины игры. Но сил на концовку уже не хватило. Мы потратили много сил и энергии, чтобы вернуться в игру. Нам это удалось, но в начале четвертой четверти мы совершили несколько важных ошибок в обороне. После этого нам было уже очень сложно психологически догнать соперника, когда отставание в счете перевалило за 10 очков. Много крови в этот вечер попортил мир за Тилетович. Боснец стал главным разрушителем оборонительных порядков химчан, отправив к кольцо российской команды 25 очков. В первую очередь не удержали Тилетовича, которого говорили и готовились. Не удержали. Ну, какие-то моменты получались. Но это, по моему мнению. Но в целом, я думаю, что не выполнили установку в защите тренерскую. Теперь для химок все решится в двух оставшихся матчах. С уже потерявшейся шансы на выход в плей-офф Цибоной и лидером группы Олимпиакосом. Причем итоговый успех подмосковной команды будет зависеть и от результатов испанцев. После ничьей в очном противостоянии на первый план выходит общая разница забитых и пропущенных очков. А она у испанцев в данный момент все же немного лучше. Павел Краснов, Йоргий Сарсеков, Алексей Ильичев, Infox.